Здравствуйте, друзья! С вами Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании «Алям». Очередной ролик, на мой взгляд, интересный, как и от имени клиента, здраво, как говорится, нормально, с чувством, с толком, с расстановкой пытаюсь объяснить свою гражданскую позицию, точнее позицию клиента, девочке сотруднику «Ренессанс кредит» банка. И до какой степени она зациклена на своем скрипте, до какой степени она отказывается понимать что-то, включать голову, мозги, как она держится за свое ничтожное место. Послушайте, пожалуйста, и я думаю, вам будет интересно, и в определенной степени для тех, кто недавно на нашем канале, вы поймете, как и почему они так себя ведут. Если не поймете, послушайте еще несколько роликов, подпишитесь на наш канал, и вам действительно все станет понятно. Для тех, кому нужна юридическая защита, ссылочка на наш сайт в описании ролика есть, там выложена видео презентация, как мы работаем, как мы для вас можем создать условия, когда вашим кредиторам будет выгодно самим отказаться от претензий. Итак, слушаем, наслаждаемся, подписываем, ставим лайки, комментарии, ну и конечно комментарии не забываем. Поехали. Ренессанс-кредит. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Потом с... Субтитры создавал DimaTorzok Ну там не буквально в смысле так написано, а просто друг önce договор, пестрит обвинениями действующего законодательства И я почему-то сначала подумал, потом сверился проконсультировался И оказалось, что действительно договор, который навич Fach in нарушениями может быть в суде признан ничтожным. И я не обязан исполнять... Но только после суда. Ну, а в том речь? Если суд, действительно, признает договор ничтожен, как вы выражаетесь, только после суда. Если суд освободит, то... Ну, у меня есть устойчивые подозрения, что договор ничтожный. И у меня гражданская позиция стойкая. Ну, так вот, понимаете, на основании вот этого подозрения у меня образовалась гражданская позиция, что договор этот не обязательен к исполнению, с моей стороны. Если вам что-то не нравится, вот туда то самое место на три буквы посередине У и топайте в суд. Если вам не нравится... Почему мы должны обращаться в суд, если до суда вы обязаны носить оплату в свое время? Но я отказываюсь от этих обязанностей. Где написано, что я обязан? А вы не имеете права отказаться? Вы кредит взяли, вы деньги же потратили. Но это гражданско-правовые отношения. Это гражданско-правовые отношения. Долговой тюрьмы в нашей стране нет. Я вам заявляю со всей ответственностью. Я отказываюсь выполнять условия договора. Пока банк не изменится, дайте скажу. Как это я не могу? Вот он, я отказываюсь. Что значит не могу? Я вам констатирую факт, я отказываюсь. И что теперь? Имею. Вот оно мое право, я им пользуюсь гражданско. Это вам кто-то так сказал. Во тьме такого права. Да что вы говорите? Кто это вам сказал? Закон. Есть 10-я статья гражданского кодекса. Да есть закон, да. Большой закон. И он не ограничивает одной только этой статьей. Если вам только в эту статью носом ткнули ваши работодатели, то это одно. А есть 451-я статья гражданского кодекса. Знаете, что в ней написано? А какой у вас форс-мажор случился, Евгений Владимирович? Кто сказал, что у меня форс-мажор случился? Просто договор не соответствует действующему законодательству. По моему мнению. Так же, как по вашему мнению, я что-то там кому-то обязан. Понимаете? Что конкретно не соответствует? Очень много пунктов не соответствуют действующему законодательству. Я написал письма в банк, отправил, указал. В том числе сослался на статью 29 гражданского кодекса Российской Федерации о защите прав потребителей, где указал, что приостанавливаю платежи, пока банк не устранит нарушения, либо не обоснует свои действия. Вы же не устраиваете, Евгений Владимирович? Что? Вы деньги уже потратили, вы не имеете права сказать. Да это уже дело не относится. Я могу вам сказать то же самое. Обращайтесь в суд, если вас не устраивает договор. А мне зачем в суд обращаться? Пострадавшая сторона вы, а не я. Вас что-то не устраивает сейчас? Меня не устраивает. Я сделал свой шаг. Я прекратил исполнять условия договора. Вы решение суда обязаны выплатить. Да кто вам такое сказал? Я создал прецедент. Я создал прецедент. С вашей стороны теперь нужно ответные действия увидеть. Если вы не будете каких-то ответных действий предпринимать, значит я сочту, что вам не нужны эти деньги, и вы согласны с данной конкретной сложившейся ситуацией. Мы готовы предпринимать ответные действия. Ну предпринимайте. Где ваши действия? Но мы не в суд будем обращаться. А что вы будете делать? Ну что вы будете делать? С коллектором обращайтесь? Ну обращайтесь к коллекторам. Я их туда же пошлю в суд. Изначально банк потребует погасить в кадетную карту. Да кто такой банк? Что баба яга на метле? Что его бояться? Ну потребует и потребует. Я свою позицию выложу. Да потому что еще раз вы говорили, ахинею несете. Я тоже потребовал. Где банк? Мои требования. Почему он не исполняет? Или что, банк там перец такой крутой? Евгений Владимирович, вы не можете изменить услуги договора. Вы на втором порядке. Я не собираюсь их изменять. Я выставил свои требования на предмет изменения этих условий. Понимаете, я гражданин Российской Федерации. Я имею конституционное право, чтобы мои права не нарушали. Понимаете? Так вот я увидел, что там вопиющее нарушение моих прав. У вас по ним прав есть обязательства. Кто мне эти обязательства выставил? Перед банком. Где они написаны? Где? Где? Скажите это волшебное слово. Каким образом эти обязательства легитимны? Президентном договоре. Этот договор, я подозреваю, что он ничтожный. Его нет смысла выполнять условия этого договора. Еще где? Это только лишь ваши подозрения. Да. Так вот эти подозрения мои дают мне право сделать мой шаг. Еще раз. Что трудного для восприятия? Я сделал свой шаг. Я перестал выполнять условия договора. Если вот это вот выполнение подразумевает прекращение оплаты, то да. Воспринимайте это так. Я написал официальное письмо. Слышали? Закон о защите прав потребителей. Вот когда вы все измените, вернее не вы буквально, а ваши там вот эти, кто за это отвечает, они этого не сделают. В любом случае не сделают условия типового договора, никто не изменит. Я не буду никаких платежей вносить, пока этого не произойдет. Если вам что-то не нравится, что тут такого? В том вашем липовом договоре и написано, что все проблемы решаются в суде. Так написано? Нет. А как там написано? Тем более, вот вы... А вы почитайте более внимательно. Вот, видите, вы спросили, какие пункты нарушают действующее законодательство? Вот какие. Один из них, точнее. Вы сказали, нет, не в суде. Это что, джентльменский какой-то договор? Это мы ударили по рукой соседом, что ли? Не думаю, что обращаться в суд, это право банка, нам не обязательно. Ну, я вас и не обязываю. Раз не будете обращаться в суд, значит, я сочту ваши действия как отказ от претензий. Вот и все. Без суда вы ни копейки не получите. Понимаете? В одном только случае, если измените категорически в моей стороне условия действующего договора. После решения суда, вы на стороне непредственно не бахли мы, не имеем право выделить в суд, мы не планируем обращаться. Мы все, знаете, до свидания. До свидания, друзья мои. В цивилизованном государстве все проблемы гражданско-правового характера решаются в суде. И больше нигде. И никак. А ваши действия законны сейчас, вы считаете? Мои действия? Я считаю, что законны. И вот для этого суд нужен, который рассудит, законны ли мои действия или нет. Если мои действия не законны, я готов за них ответить. А вы за них ответите. Подписав кредитный договор, вы уже взяли. Ну вы в суд даже не собираетесь сидеть. Потратили денежные средства. И что дальше? Потому что у вас дом 20 тысяч рублей по кредитной карте. Это гражданско-правовые отношения. Вы меня в тюрьму посадите. Или каких-то киллеров наймете. Максимум, что вы можете сделать, передать мое дело коллекторскому агентству. Которых я тоже туда же и пошлю. На три буквы. Посередине буква У, как я люблю говорить. В суд. Тем более коллекторов боятся только какие-то ущербные. Почему вы постоянно перебиваете? Я вас выслушала. Да вы потому что химии будете в очередной раз нести. Ну скажите что-нибудь членовразумительное. Сумма вашего долга составляет 6 тысяч рублей. Вот видите, инструкции пошли. Нужно сообщить и перевать. С учетом штрафных санкций. Я вас предупреждаю, я первую трубку класть не буду. С учетом штрафных санкций. О, видите, штрафные санкции. Вы знаете, что штрафные санкции только в суде могут начислять. 50-е статья Годанского кодекса вы обязаны платить штрафные санкции. Если суд решит, если суд решит по решению суда, штрафовать людей не имеет права даже работодатель. Пене только существует. Ну, они некомпетентны в этом вопросе. Ну, конечно. Давайте доказывать друг другу, кто компетентен. А вот вы вообще ни в каких вопросах некомпетентны. Да, 18 октября, если оплаты не производится, я вас предупреждаю, что 20-й числа проверяем ваш лицовой счет. Если оплаты по карте нет, банк будет требовать досрочное выплаты. Ой, какой ужас. А я вам свои требования выдвигаю. Если до 18-го числа мне не придет измененный договор... Можно я продолжу? Нет, нельзя. Если не придет ко мне измененный договор... Я сейчас говорю. Не оплачивать делать, что дает на Родискане. Я тоже, вы нечего... О последствиях я вас уведу. Я надеюсь, приняйте внимание, что вы имеете в банк. Тяжело без мозгов не быть, да? Слышишь? Без мозгов тяжело тебе? Обращалась с вами. До свидания. Ой, как тяжело тебе работать. День начался как криво, а? Думала поглумиться. Вот такой сюжет. Вашему вниманию ставим лайки, друзья. Комментируем. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Вот в конце был немного жестковатый такой, когда я предположил, что ей без мозгов тяжело. А девочка вроде молоденькая, и я думаю, что опросик вот в очередной раз справа вверху я размещу, где, с вашего позволения, попытаюсь у вас спросить. Вы, пожалуйста, ответьте, если вам не трудно. Задам несколько вопросов на фоне вот этого ролика, особенно концовочки. Мне это важно, чтобы я мог формировать правильный слушаемый контент, поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.